Забайкалье Сейчас здесь происходит воздушная тренировка прыжков с самолетом, после чего они будут допущены авиационным способом оттушения лесных пожаров. То есть они уже прошли теоретическую подготовку, сдали зачеты по специальным дисциплинам. Это парашютная, десантная подготовка, охрана труда техники безопасности и охрана лесов от пожаров. Экзамен сдают 35 человек разного возраста. Самому старшему парашютисту-пожарному 52 года. И количество его прыжков уже впечатляет. Я даже приблизительно, ну, наверное, 600-700, наверное, приблизительно есть прыжков. Как пришел на работу сюда, ну, закончил арму, захотелось прыгать, пошел, валили с охраной. И вот так я всю жизнь тут проработал. Главный инструктор по прыжкам Александр Гурулев рассказал, что 100% пожарных парашютистов в этом году могут сдать экзамен. Но крайне внимательно следит за выполнением нормативов у каждого. Огонь в лесу ошибок может не простить. В общем, сейчас пройдем воздушную тренировку, они будут готовы на 100%. Каждый год закрепляем прыжки по 12 прыжков. И получают допуск, и они уже готовы. Наземный или низовой, он имеет форму, вытянутую по площади с извилистыми границами. Огонь виден местами. Верховой или повальный, когда видны только вспыхивающие кроны деревьев. Подземный или торфяной, границы огня в этом случае слабо выражены. Дымом затянута вся площадь. Именно таким пожар виден профессионалам с воздуха. Вы знаете, летчики, которые вылетают на пожар, они те же самые, что и другие. Но работа посложнее получается. Потому что отличается своей спецификой. То есть это, как говорится профессиональным языком, летают ниже и нижнюю, не по трассе. С разными водными. Взлеты, посадки на вертолетах. Непредсказуемо, сколько их будет. То есть она посложнее будет. У пилотов, она все-таки, работа на лицариционных работах, она сложнее, чем у обычных линейных пилотов. В прошлом году первый лесной пожар был зафиксирован в Забайкалье 27 марта, а завершился пожароопасный период только 2 ноября. Особенно напряженная была ситуация в Читинском районе. Тогда огонь уничтожал лес в Ивано-Арахлейском парке. Подходил вплотную к селам и дачным кооперативам. В прошлом году, благодаря кратному увеличению вылетов авиалесоохраны, удалось своевременно выявлять очаги и не допускать распространения огня. Юлиан Тимофеев, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова